Новая туристическая услуга Так, Алексей, что у нас сегодня в порту происходит? Сегодня в порту происходит один из, надеюсь, многих походов по Нарове на байдарках, то есть на веслах, по нашей совершенно потрясающей реке, которую, наверное, норвитяне последнего поколения со стороны воды не видели совсем. А чья это идея? И у этой идеи, я думаю, что родители живут в каменном веке, спускаться вниз из Чудского озера по Нарове до Финского зала. Это на байдарках осуществлял спортивный клуб завода «Балтиец» еще 45 лет назад, клубу 45 лет. И вот мы из клуба «Белая река» правоприемников спортивного клуба «Балтиец» решили это дело возобновить в новых условиях, на новых совершенно типах лодок, ну, разумеется, после соответствующих переговоров с пограничниками, с писателями и со всеми прочими. То есть, в принципе, в этих походах может принимать участие любой желающий? Абсолютно. А что для этого надо? Для этого нужно связаться с инструктором, на данном этапе со мной. В первый своего рода презентационный поход он пригласил своих коллег из городских средств массовой информации. Участники похода отчалили от Нарской пристани и медленно, около трех часов, добирались до речного причала Усть-Нарвы, по пути делая остановки. Пейзаж, который мы привыкли видеть из окна машины или автобуса, добираясь до Усть-Нарвы по суху, для грибцов выглядел непривычно. Та же местность, те же дома, что видны с дороги, предстали им с другой стороны. Байдарки прошли мимо нескольких островов, о существовании которых многие горожане даже не догадываются. За дороги их не видно. Город быстро остался позади, и поход продолжался в безмятежной тишине природы. Переменчивая в наших краях погода, в этот раз неприятных сюрпризов не приготовила, и участники похода добрались до Усть-Реки практически сухими. Так, впрочем, будет не в каждом походе. Алексей собирается в случае дождливой погоды обзванивать зарегистрировавшихся участников похода и спрашивать, устраивает ли их поход под дождем. На финише, на причале в Усть-Нарвы расположено кафе, которое будет, наверное, в таких случаях спасением для промокших путешественников. Отсюда в Нарву туристов увозят автобус. Собственно, возможный дождь – это единственное испытание, которое подстерегает участников похода. Сплав по реке совсем не экстремальный. Нижнее течение Нарвы спокойное. Никаких порогов, камней и прочих опасностей здесь нет. Лодки абсолютно безопасные. Перевернуться на Нарве – это нужно очень сильно постараться. Нет, купаться – тогда выйдем на берег. Острова все обходим с левой стороны. Они все эстонские, но обходим их с левой стороны. На островах высаживаться ни в коем случае нельзя. Вот тут есть такие штуки. Их не трогайте, пожалуйста. Что это? Курящие – откурите здесь. В лодках курить категорически запрещено. Выпрыгивают за борт – ни в коем случае. Снимать спас-жилет – упаси Господи. Тащить лодки на себе, преодолевая отмели, тоже не приходится. Поход, пожалуй, будет скучноват для любителей экстрима. Но очень понравится тем, кто хочет получить наслаждение от неспешного путешествия по реке.